Самого доброго утра! Самые позитивные в стране Европейского Союза! Латвия, привет! Начинаются два дня тишины перед выборами. Ни за кого топить не буду, просто пожелаю доброго утра. Но я в таком, я не знаю, культурном шоке. Господин Мирский, вот тот вот разнос, который он устроил, я хочу просто поговорить не о выборах, а о личностях, о Ушакове и о Росликове, и почему в этом контексте. Без меня, наверное, заскочите, а вообще-то я лучше в конце этого ролика приложу полное видео господина Мирского. Думаю, не обидится мужик. Значит, смотри, я Мирского знаю лично. Я работал на него на двух или трех проектах, уже не помню. Поэтому то, что говорит этот мужик, я как строитель, а как строителю он разные эмоции может вызывать, так же, как ты и я, но я ему верю. Я говорю как человек, не который увидел его по ТВ, а как человек, который с ним лично общался. То есть о нем могут быть разные мнения, мое мнение о нем отличное. И поскольку я был в контакте, в прямом с ним, я скажу, что мужик классный. Я ему верю. Это раз. Во-вторых, я внимательно под лупой прослушал то, что он сказал. И там слишком много правды, ребят. Смотрите, ключевые моменты, на которых надо концентрироваться. Ушаков и Саскане. Сколько бралось откатов? Ребята, вы все знаете. Это не то, чтобы я там что-то или мирский что-то сказал. Нету в городе человека, который бы не имел сделок с Ушаковым и не знал бы, что его сумма 20%. Чтобы вы понимали, нормальная сумма не отката, это называется строительная комиссия. То есть, ты мне подгоняешь объектик, я с удовольствием тебе официально это делаю. Перечислю сумму как процент за коммерческую сделку. Она, как правило, с оборота 3-5%. По городу 3-5%. Если мы возьмем маклеров, те, которые продают дома, у них сумма ровно такая же 3-5%. И вот Ушаков брал 20%. Чтобы мы говорили о том, что Ушаков много чего сделал, вот смотри, сумма по городу 3-5%, этот брал 20%. Ты понимаешь, что 3-5% это я, как строитель, из своих денег плачу. А 20% это уже не я плачу. Это я уже накручиваю в смету. Это вот самое важное, что вы дираете из слов господина Мирского. В следующий момент смотрите, как он рассказал, кто там идет баллотироваться. Вот этот лгун Ушаков и Лотчмлэ, который бухает последние 2 года. Я не знаю, я к Регине очень хорошо отношусь, но я уже человека от 10-го, из ближнего ее круга слышу, что подбухивает не хуже моего. Ну, я не вижу в этом ничего плохого, как бы. Ну, не знаю. Так себе история. Просто я знаю, как Регина реагирует на правду. Регину, когда задевают, она моментально взрывается. И она взорвалась. А если схватилась, ну, значит, правда. Регин, как бухарь бухарю. Ну, на лицо это, как правило, влияет. И там не спрячешь. Я ничего вижу, ну, плохого в том, чтобы стресс снимать алкоголем. Почему нет? Не надо этого стесняться. Все нормально. Следующий очень важный момент, который он говорит. вспоминайте, когда у Ушакова на руке впервые появились часы за 20 тысяч евро. Это уже долгий, да, внешний скандал. И вот этого вот я не знал. А Мирский говорит, что он сидел с Ушаковым в одном и том же кабинете. И он помнит все эти откатики, все эти подходики. И говорит, вот то, как я вам рассказывал раньше. Я не с Мирским на эту тему говорил, я с другими. То есть, взяли журналистку, который получал там 800 евро в месяц. И Мирский говорит, когда его заточили в кабинет, посмотрели на то, как он выглядит, волосы засаленные, весь, блядь, прыщавый какой-то, шмуток нормальных не было. Я говорю про Ушакова. И буквально с первого отката сразу же резко часы с голода, как обычно на руке. И вот по этой ошибке идут все. Идет Элксниц, идет Росликов. Это вот эти вот быдла, которые никогда не были богаты во втором-третьем поколении. То есть, когда вот твой отец вкалывал, его дед вкалывал, и ты все это детям передаешь, и что-то остается. А есть вот такие вот люди, не сформированные социальные характеры. Ушаков, Росликов, Элксниц, которым родители не оставили никаких богатства, а они в жизни, грубо говоря, были все время бедноваты. И как только ты дорываешься до шальных денег, которые ты не заработал, потому что если ты заработал деньги, ты будешь их очень медленно тратить и очень продуманно. А если эти деньги просто вот в виде каких-то бонусов упали тебе сверху, как ты к ним будешь относиться? Вот поэтому мы можем видеть у Росликов вот эти вот польта за 4000, штаны там за 400 евро, лимузины с личным водителем, часы и такую же хрень у Ушакова и так далее. Вот, потому что вы понимаете, кто рвется к этой власти. На этом все. Приложу видео господина Мирского, человека, который его лично знает. Есть смысл этого слушать и после этого видео есть смысл переосмыслить то, что было с Максимой. Вот я не знаю, ну, он объяснил, почему он молчал столько лет. Теперь, я думаю, нужно этой плотно темой заняться. И, ребята, те, кто пострадал в Максиме, я хотел бы ваши комментарии на эту тему. Да или нет, это полный бред. В любом случае, напомню, что Латвия самая позитивная страна Европейского Союза. И послушайте Сашу Мирского. Добрый день, дорогие мои. После последних публикаций, которые были про трагедию в Максиме, снос памятников героям Второй мировой войны, а также про предательство согласия Ушакова русского образования в Латвии, возникла масса вопросов, которые мне задаются в ТикТоке. Сейчас я на них буду отвечать быстро и лаконично. Первый. Первый, самый главный вопрос мне задают, где вы были столько лет, ведь после трагедии в Максиме прошло 11 лет. Да, это правда. Я был здесь много лет. Но у меня не было возможности озвучить эту информацию. Дело в том, что когда я делал секретный доклад для спецслужб Латвии по этой теме, в конце меня попросили подписать бумагу о том, что он не разглашение в течение 10 лет. Почему? Потому что следователи боялись, что Ушаков и его компания из Рижской Думы это Буров, Америкс и многие-многие другие увидев мой доклад поймут, что им нужно делать. Это будет руководство к действию, что нужно прятать, что нужно уничтожать. Ведь после того, когда я еще все-таки успел опубликовать часть доклада, в архиве Бу-Валды Рижской Думы появились люди, которые пытались изъять документы, которые могли пролить свет на трагедию в Золе-Туде. Конкретно абсолютно акты пожарной, акты приемки, подписанные экспертизы, многие-многие документы, которые свидетельствуют о том, что стройка в Золе-Туде была начата с громадными нарушениями закона и под личным давлением Ушакова. Ну что ж, второе, что не дало мне возможность потом рассказывать об этом даже частично, это, конечно, блокировка всех средств массовой информации. Дело в том, что как только появилась часть этого доклада в прессе, вы посмотрите Делфи за 2013 год, вы увидите, там есть мое большое интервью. Ушаков был вне себя. Он звонил несколько раз, мне угоражал, требовал, чтобы я забрал это расследование, угрожал мне всякими карами, говорил, что, блин, заморозит все строительство, которое ведется в моей строительной фирме. В общем, что-то там только не было. В общем, он ничего лучше не придумал, чем устраивать такое давление. У него была истерика. Он понимал, что все, что написано в докладе, вернее, в этой записке, которую опубликовал Деловского правду. Он понимал, что к нему и его помощникам придут. И поэтому он занимался прямым, конкретным, абсолютным давлением. Пытался сделать все, чтобы скрыть концы ввода по этой истории. Дальше самое интересное. Мы будем говорить про Домбровского. Все говорят, Домбровский убрал госприемку. Товарищи, ребята, давайте будем грамотными. Госприемка уже давным-давно никакой приемкой не занималась. Все строительные документы, приемочные акты, все документы, которые касаются строительства, разрабатываются, контролируются и принимаются Рижской думой. Був, Валды, больше никто. Госприемка это была такая формальная история, когда они приходили и считали количество папочек. Все папочки на месте, отлично, принимаем. Ее убрали, потому что там сидело 30-40 чиновников, которые ничего не делали, получали громадные зарплаты. Домбровский все сделал правильно. На сегодняшний день госприемки никакой нет. На сегодняшний день все объекты принимают самоуправление САВИ. Почему самоуправление? Потому что у каждого самоуправления свои территориальные особенности. У кого-то река, у кого-то болото, у кого-то мосты, у кого-то горы, у кого-то низина. И учитывая эти особенности каждого самоуправления, в том числе общественный транспорт, дороги общественного пользования и так далее, только они могут спроектировать и разрешить строительство, чтобы это не повредило обществу, а также общественной инфраструктуре. Только Бувалды конкретного самоуправления. Именно поэтому Домбровский был вообще не виноват. Но для того, чтобы показать кого-то виноват, Шаков устроил целую кампанию, лже-компанию против Домбровского. В прессу были вброшены сумасшедшие деньги на рекламу, где все говорили, Домбровский гаденыш убрал госприемку, и вот именно поэтому упала максимум. В результате президент, не разобравшись, вызвал к себе Домбровского и попросил его в отставку, потому что правительству кто-то нужен был, кто возьмет на себя ответственность. Домбровский оказался честным пассажиром, честным пуйкой. Он взял на себя ответственность и ушел в отставку. Но даже сплотнул у президента. Но на самом деле Валдес Домбровский никакого отношения к этому преступлению не имел. Просто Ушаков его обыграл на политическом поле. Он его измазал так дерьмом, я изменяюсь, через прессу, через латышскую, русскую, всю прессу, что все поверили, что во всем виноват Домбровский. Еще раз повторяю, Валдес Домбровский не имел никакого отношения к этой афере с взяткой и незаконным, фактически, незаконным строительством на максиме. Дальше мне задают вопрос, что за сертификат. Ребят, сертификат есть, он есть в БИСе. Он недействующий, недействует он с 2014 или 2015 года. Сертификат я получил в 2006 или 2005 году, причем сдавал экзамен, я ориентировочно с 6 или 7 лет. Сертификат есть, и он там числится как недействующий. На тот момент он был действующий, на тот момент мой сертификат позволял мне вести технадзор, а также вести строительную работу, а также подписывать акты экспертизы. Это вам про сертификат. Далее, меня спрашивают, а что такое, при чем здесь Лочмола? Лочмола. Лочмола, ее не было в партии. Да, она не была в партии, она там зарабатывала себе имидж. Ушаков послал Лочмола, чтобы она обошла все семьи, и всем семьям объяснила, что он не виноват. Уговорила всех не писать заявление в полицию, в прокуратуру и так далее. Не нанимать юристов, которые будут расследовать обстоятельства гибели детей, родственников, братьев, сестер, друзей, которые погибли в максимуме. Он боялся больше всего, что те родственники погибших и друзья погибших устроят такой большой геморр, когда они сделают коллективный иск, зайдут в прокуратуру, дойдут до европейского суда, а там, если начнется серьезное расследование, однозначно нити вывели бы Пушакова к его банде и тем людям, которые принимали по его приказу, а никто не захочет сидеть в тюрьме. Все бы в один голос сказали, что Пушаков им давал такую команду. Можете себе представить? Маленький фрагмент из этой истории. Тоже задан вопрос, что там был пожар, сгорела крыша. Да, абсолютно верно. И это было в моем отчете. 100 метров квадратных кровли подверглась термической обработке. Дело в том, что за два года до этого в максимуме произошел пожар. Сгорело много продукции и так далее, но самое главное, что пламя и температура достигали 600 градусов. Поэтому бетонные плиты, которые находились над эпицентом пожара, потеряли свои свойства. И когда насыпали туда 200 тонн мусора всякого, я не знаю, и стройматериалов и так далее на крышу в рамках строительства лужайки на крыше максимума, рухнуло именно в том месте, где был пожар. Теперь, а если бы пожара не было, сразу бы не рухнуло, но рухнуло бы через год, и тогда бы убило 500 человек. Но рухнуло перекрытие именно там. И раздавило в лепешку 54 человека, в том числе и моего друга Андрея Бурвиса, моего друга и помощника. Ну, о чем мы говорим про пожар? Так вот, там же, в документах, с которыми я ознакомился, было написано, что пожар прошел. Не было акта о приемке помещения, не было акта о ликвидации последствий пожара, не было проекта на ликвидацию последствий пожара, не было экспертизы после пожара. Просто тихенько, быстренько подмазали, подкрасили и забыли эту тему. И рухнуло именно в том месте, в левой части Максима. Именно в том месте. Но знаете, не покажусь вам, может быть, циничным, но хорошо, что рухнуло там и погибло 54 человека. Потому что вся эта нагрузка, которая была рассчитана, она была предельно малой расчетности. Дело в том, что конструктор должен рассчитывать нагрузку минимум вдвойне, а там была в ноль-в-ноль нагрузка рассчитана и так далее. А рассчитать осадки, снег, лед и все остальное, то есть рухнуло бы где-нибудь зимой. Потому что еще бы там 50-60 навалилось на эту крышу, и тогда зимой в теплом помещении погибло бы не 54 человека, а 550 человек. Поэтому, возможно, этот пожар и спас многих других. Почему же так все быстро происходило в этой Максиме? Все быстро происходило, потому что Ушаков получил вознаграждение, об этом я знаю точно, я знаю точную цифру, и человек, который это утверждал, не сможет от этого открутиться. Получил вознаграждение, конечно, не сам в руки, конечно, через своих посредников. Именно поэтому Ушаков дал команду стройуправе в самые короткие сроки согласовать все документы по реконструкции крыши максимумы. Вообще-то они там все тянут очень долго, и эти согласования происходят годами. А тут была команда дана в течение трех месяцев все это сделала. За полгода они управились и своими решениями, своими ошибками убили 54 человека. За этой всей историей стоял Нил Валерьевич Ушаков. Меня сейчас спрашивают, сейчас я же зачем ты налетел на Ушакову, почему именно сегодня, он же твой друг. Слушайте, я вам хочу сказать, когда-то моим другом был Нил Ушаков. Но не тот Ушаков, который сейчас, которого вы сейчас видите. А нормальный пацан, который пришел с телевидения, мне казался он перспективным, он хорошо говорил, хорошо мыслил и так далее. Я даже некоторое время сидел с ним в парламенте три года вместе бок о бок. В одном кабинете были и так далее. И там уже начали проявляться его авторитарные гнусные черты характера, когда он мог любого подставить и никогда не любил Нил отличать за свои поступки. Но я потом ушел в Европарламент, дальше его деградация происходила без меня. Но тот Нил Ушаков, с которым я дружил, он давно умер. Тот чучело, которое сегодня ползает и раздает всем вату, это не тот Нил Ушаков, который был в 2006-2007 году. Это совсем другой человек. Поэтому этот человек мне не друг. Это только оболочка от него осталась. То, что напоминает того хорошего парня Нил Ушакова. Он действительно полностью деградировал. И то, что он сегодня делает, это ужасно. Еще один вопрос. Как вы можете говорить о человеке, который столько сделал? Скажите мне, что он сделал? Что? И никто не может ничего сказать, что он сделал. Что же он сделал хорошего? Вы в окно у себя с квартиры выгляните, посмотрите на подъездную дорогу. В 90% случаев эта дорога разбита. Танкодром. Он это не сделал. Он это обещал. Вот вам все, что он сделал. Одна болтомня трепотня. Да! Отличная история. Он построил все-таки эстраду, блин, для праздника песни, которую используют раз в 4 года. Всего лишь 48 миллионов евро. Представляете? 48 миллионов. Он построил набережную за 22 миллиона евро. А знаете, почему он не делал дворы, а строил эстраду, набережную? Там откат легче взять. Приходит один подрядчик, у него 47 миллионов. Понятно, с кого надо взять 15-20%. И если он не занесет, он ничего не сдаст в Бувалде. Он стройку не сдаст, ему не подпишут ни один документ. Вот можете прикинуть 15% с каждой стройки. Итого. домов, которые каждую ямочку просчитают. И цену этой ямочки просчитают. И будут знать точно смету. Там уж никак откат не получить, потому что завысить цену на этой работе крайне сложно. Поэтому Нилышаков любил большие объекты, с которых можно было с одного подрядчика забрать как можно больше денег в откат. Именно поэтому у него на руке начали появляться золотые часы за 20-30 тысяч евро, дорогущие пиджаки, рубашки и так далее. Когда я с ним познакомился, он был затрепанный, засаленный, грязной рубашкой и весь угрях и заросший как хиппи. Ну, в общем и целом, то есть, когда мне сказали, что этот человек будет председателем объединения Соскани с Центрс, я, конечно, улыбнулся. Ну, мы его причесали, подстригли, привели его в порядок, купили ему новую рубашку и после этого через несколько лет он реально стал ужасом для всех своих партийцев. Потому что на сегодняшний день из партии все уже удрали. Поехали дальше. Почему сегодня? Послушайте, три недели назад я поставил пост, когда увидел, что Ушаков баллотируется. Я не интересовался политикой, вы видели, что меня не было давно, я не интересуюсь, у меня собственный бизнес, мне есть чем заниматься. Я снимаю кино, строю дома, строю квартиры, у меня очень много дел, мне есть чем заниматься. но когда я увидел, что Ушаков идет снова в Европарламент и опять продолжает врать все то, что он врал 10,5 лет назад, тогда я ему написал в пост в ТикТоке, что я не пожму ему руку, не голосуйте за Ушакова, я считаю его полностью недееспособным человеком, который врал, врет и будет врать. И делать ему сладкую жизнь в Европарламенте, ну не надо. И я никогда не пожму ему руку. Но я там пережал, и сказал, что он чмошник, что он фуфло и так далее. И поэтому ТикТок заблокировал мой пост. Я очень разозлился, хотя там было почти 40 тысяч просмотров. Я очень разозлился и решил, ага, значит Ушаков написал жалобу в ТикТок, значит он боится этих репортажей, значит он понимает, что Мирский тот единственный человек, который может вывести его шайку с этими двумя недееспособными женщинами. Одна порнофильмами, порносъемками занималась и на этом зарабатывала. Вторая Регина Лочман просто бухает и бухает. И это видно по фотографии. А больше в списке Ушакова никого нет. Куда делись из списка Ушакова Орлов, Клементьев, я не знаю, Рубанович, Второй Клементьев, Тутин, Рыбаков. Многие ребята, которые реально многие годы проработали в Сайме и они реально имеют электорат и они реально помогли бы ему пройти в Европарламент. Почему их нет в списке? Я вам объясню. Ушакову не нужна конкуренция. Любой из них может в этом списке обойти его и стать евродепутатом. Поэтому он взял этих двух несчастных женщин с очень темными биографиями, которые там им подпевают и списка у Саскани вообще нет. Но чтобы вы понимали, партии Саскани тоже как таковой уже нет. Все разбежались. Если бывший помощник спикера парламента Латвии Андрей Клементьев во все объявляет, что он безработный, ему кушать нечего. Если все остальные бегают, ищут работу и большая часть прибегает ко мне в офис и спрашивает, нет ли у меня работы и не хотим ли мы организовать какую-нибудь новую партию или какую-то историю, чтобы снова попытаться бороться за права русскоязычных людей в Латвии. Нет, с ними я никуда больше не пойду. Я вообще не очень хочу идти в политику, потому что мне понятно, что там ничего хорошего происходить не будет, потому что таких, как Куршаков, там очень много, поверьте. Но этот король, этот король жанра, этот человек, который реально всех подставил, разогнал, этот человек, который от всех вытирал ноги, этот человек, который из партии, хорошая партия, которую мы с Юркенсом создавали, сделал свою собственную фирму, а работниками в этой фирме были холопы под названием депутаты Сайма, депутаты Рижской думы, депутаты Долгофпилской думы и так далее, и тому подобное. Да, кстати, из партии сбежал мэр Долгофпилс Элсидж, мэр Резак Набарташевич, вице-мэр Зилупа Агафонов, сбежала полностью организация, которая находится в Лепе, в Венскпилсе, в Краславе. Партии нет. Это только оболочка от бывшей Саскани, той Саскани, которую я создавал. Партии деспособных людей там больше нет. Они разбежались. Осталась оболочка, а управленческий аппарат принял Ушаков и сегодня он создает видимый, что он идет с партии в Европарламент. Нет больше такой партии. Нет. Я вам еще раз сказал, все разбежались. Ну, кажется, я ответил на все ваши вопросы. Да, и в конце, когда мне говорят, Ушаков твой друг. Послушайте, если у вас в друзьях Ушаков, вам врагов не надо. Так далее. Всего вам хорошего. Через какое-то время выйду и отвечу на все ваши оставшиеся вопросы. Всех обнял. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.